всем большой привет мы с вами отправляемся сейчас проверять салончик с отличными отзывами я думаю уже пора наверно разнообразить каким-нибудь от стоим наши славные передачи но пока даже салоны с крутыми рейтингами не устают радуха трешовым поведением так что я надеюсь скучно не будет но при этом обойдется все без рукоприкладства скандалов истерик и расследование вот и я сейчас посмотрю тогда какие у вас оттенки и что-нибудь на что выберу с таким цветом ярким для ориентира черное платье что-нибудь хотелось бы цветного ну поярче вы зелененький вот красиво это такие кремовые тени до заново просто будет мешать так неудобно низкая такая планка там мне тоже неудобно девочка сидят нормально не скрещать на ноги вообще нельзя слышать почему же срываются чё делать продавать что-то рвать массажист нас для 300 нам будет макияж в первый раз ну да как нашу в интернете яблоки на что-то меня бляпали может вот это вытрем то же сохнет будет пятно можно оттенок запечатлевать тенок который брать будете старайтесь не отвлекать меня от работы делайте что хотите только успевайте сами при этом не отвлекай меня это как должно выглядеть не в не забирать мне потому что вы будем тени что-то из этого добрать а вот эти вот эти вот эти вот эти вот вот такие красивые у вас есть каком-нибудь обучение макияжа для обучения делайте макияж что что для обучения делать макияж не только испугали меня резко фразе спросил то что риск да предупреждать надо я не понимаю это ваша манера общаться так что вот такая резко этому лишняя до получается убираем теперь тушь не такую коричневку это для блеска грязню карту а сколько до любых максимум 20 серьезно да да ну 17 18 20 как же ну не снимать не 17 18 34 сколько 30 какого года получилась в гимнатике вам повезло конечно тоже очень молодой обычно спросили берем к черный карандаш и закрывать или мне смотреть лучше закрыть конечно все кисточки протереть перед использованием как они чистоты мои я вчера просто макияж делала а вы по той же цене делаете что визажистка просто даже после вас было бы приятно если кисточки болеть а если будете вот этой штукой тоже можно чистенький мокренький да ну просто на на старенький дань вот такой зелененький тоже красиво выбрали надеюсь вот этой кисточкой не будем а вы куда а покурить ясно долго я подержу я подержу я пошла курить но еще с таким этим типа в чем проблема не покурить надо а еще прикол одну кисточку вытирали вот этим и здесь же размазали новый крем для кисточки будем использовать вот такие как левые ладошки ловимся или садимся это конечно как левая ладошка просто такая позиция закрываем закрываем вы не на вечеринку же собирается можно более ярко сделать на вечеринку но ярко можно мне поярче хочется у вас прям такая подборка фильмов интересная что посетителям скучно не было да ну не знаю что там уже 10 минут с этой сексом занимается очень громко это блестяшки да может еще вытянем к вискам что-то не такие были ну как азиатские до кончик чтобы не столько круглые сколько вот такие они прям раскусывали ну тут будет темный да да давайте зеленый может быть такое ну как сделать ну давайте чтоб вытянуты были смоки особо так не делается ну так просто круглые будут ну какая разница как называется просто круглые глаза а лучше вытянуты что что там а маски почти готова от больно больно да главное должно быть больно я конечно почему но кто вы делаете потому что зачем ногтями полосу хочу ровно сделать Может, в одной палочке лучше? Ой, может, позу можно немножко поменять. О, фух. О, ну чё себе, у вас тряп-тряная прокрутка. Вот так они, наверное, более пушистые, да? Более. Потому клею же очень вороченную, люблю клеить вкусно. Угу. А есть? Для наклейки. Как-нибудь более красиво переклеим. Зачем? Ну, не нравится. Смотрится вовремя. Не себе отнимается. Положите стергу. Осталось чуть-чуть нижний нарисовать. Потом лицо будем делать. Посмотрите наверх. На верхние отпускаем. Потому что верхние ресничные, они крашены. А я выбираю, наоборот, макияж. Нужно испачканное. Понимаете, да? Нет. Не понимаете? Нет. Сейчас тушь дотронется до этого геля. Угу. Не стечет. Угу. Тушь эта, которая на ресницах. Верхние. Спасибо, что сказали. Угу. 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 Ну, немножко попало, но я думаю проморгает. Угу. 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 закреплен ему какой цвет коричневый кина так убежу так теперь скулы на почему не могу обычно наоборот все просто это делать без этого буду остались а есть карандаш не помада карандаш можно просто подточить а помада давайте помады посмотрим может если есть новенькая какая-то там чтобы похоже было даже на новую похоже было на нового помада какая-то которая выбросили вот это да прям как будто нового нет ножки и тогда темный чудо отлично может кисточкой для есть кисточки для губ давайте это у этой можно не надо но я же просто вы не мыли вот эту щетку давайте просто губы нахожу да 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 губы осталось и мы шлисты да хорошо но что помаду вот так снизу ладно снизу помаду набирать ну как бы сбоку не с вот этой плоскости где если красит губы то и не красная она новая тогда все равно нужно как раз уберите телефон все вроде ничего не забыла а только ей наносить если то не надо если только ей можно нанести то не надо если только ей можно поделюсь с вами впечатлениями то что плотненько здесь застряло без пересмотра видео так скажем подытожим все мысли которые меня настигли в салоне собственно знаете когда я туда приехала визажист сидела на диванчике возле входа и честно говоря посмотрела на меня как на говно реально я еще думаю наверное администратор то есть она прям вот так вот на меня посмотрела сказала я говорю я на макияж на раздевайтесь и вот все было вот с таким неодобрительным одолжением что ли так я прям почувствовала что ну не знаете неприятно некомфортно чисто даже тактильно как-то находиться в ее обществе собственно когда я поняла что это есть визажист эти два часа я поняла что заиграет новыми красками дальше да она мне сказала так девушка пошла с кем-то вы снять вообще тут девушка опоздала она полчаса а я типа во время приехал игры подождите как я опоздала ну вот вы в записались на дурн明 и говорю да я записалась но мы потом это время перенесли вообще-то она да и в курсе я ваша запись переносила я говорю оты kok тогда говорите что я опоздала если я время приехала она мне сначала сказала вам придется подождать вы опоздали потом когда вот эту тираду произнесла она говорит ладно пройдемте что это было вообще непонятно дальше директивные указания ноги Ноги не крестите, ну и все, вот, знаете, все, что она говорила, это не с позиции какого-то доброжелательного сотрудничества, я уж молчу про клиентаориентированность, а, ну, как в армии, короче, ну, очень жесткие какие-то указания, бык-мык, все супер сухо, сдержанно агрессивно, вот, ну, для меня, наверное, отношения это самое-самое главное, то есть я могу пренебречь результатом где-то не идеальным, если я вижу, что человек старается и, ну, в целом он доброжелательно настроен и ведет себя как, ну, короче, как-то гостеприимно, как хозяин, который принимает гостя, в качестве гостя клиент, а когда вот так вот тебе делают одолжение, прям на каждом шагу ты, ну, реально сидишь и боишься что-то сделать не так, потому что я понимаю, что она сейчас рявкнет, вот, она сказала мне несколько раз не крестить ноги, ну, не скрещивай, типа, но она говорила не крестись, и потом, потому что ей неудобно будет вправо-влево вокруг меня ходить, типа, ну, то есть когда вы скрещиваете ноги, они немножко больше вперед выступают, чем когда просто ноги ровно рядом друг с другом, но это не тот вариант, что прям негде было, да, меня обойти, то есть мои бы колени упирались в противоположную стену, и она, допустим, не могла их перешагнуть, в таком случае нет, просто ей тупо было лень как-то полшага назад делать, поэтому она для меня выбрала вот эту позу, я даже, ну, и прям постоянно, если я забывала, просто на заднице ровно на твердом вот этом стуле неудобно сидеть, и она меня постоянно дергала, что, типа, сейчас вот я ноги, если вот так сделала, как мне удобно, да, чтобы у меня там как-то кровообращение чуть-чуть переориентировалось, то ей придется как-то меня обходить, а ей-то нафиг не надо, поэтому я должна сидеть в удобной для нее позе. Вот это мне не понравилось, ужасный срач в кейсе, просто как это, ладно, знаете, когда макияж там тысячу рублей стоит, ну, можно подумать, ладно, там, типа, тысяча рублей, ну, 2-300 это уже средняя цена по Москве, реально, и при том, что сам салон довольно бюджетный, это, ну, для него дорого, и, блин, в таком сраче находятся все эти кисточки, это какая-то жесть, даже ватные спонжики, ну, то есть она, ей как-то коробку, что ли, лень была их запихивать, она просто вот так вот вытрясла, увидели, что они в перемешку чистой с грязными валяются в этой сумке, и она просто оттуда с какими-то остатками косметики, теней рассыпавшейся, пудр, и, в общем, я смотрю, там какие-то с тушью часть этих ватных палочек, она вот берет и, ну, оттуда выковыривает, там, сосевшей пылью, все это между косметикой валяется, и вот этой фигней там что-то протирает, вытирает. После того, как очистили лицо, тоже не крема, не тоника, но я вам клянусь, и мне страшно вам было заикнуться, то есть когда потом следующие эпизоды были, я понимаю даже, что это веско, но я, блин, сижу, и я понимаю, что это реально треснет, думаю, так, для контента, конечно, будет классно, но все-таки мне с этим лицом еще ходить, поэтому я помолчу, то есть у меня прям были моменты предвкушения того, что она может руки распустить, вот так, а так как я уже не пренебрегаю интуицией, потому что, ну, даже с виду адекватный человек может показывать виражи агрессии и вспыльчивости, то есть он может быть агрессивен на такую величину, которую ты заранее не можешь прогнозировать, то есть ты просто где-то интуитивно чувствуешь, что человек агрессивный, но не понимаешь, насколько, это может быть неприятным сюрпризом, так что я уже, так, знаете, ну, ориентируясь на вот внутреннее чутье, и где-то, если я понимаю, что у меня уже такой вот звоночек, я лучше промолчу и потом вам просто расскажу, и так все понятно, вот, вот этот момент срача грязных кистей, и, кстати, когда я потом сказала, попросила ее помыть эти кисти, она, конечно, цокала на весь салон, вот так вот делала, и она меня смотрела просто волчьим взглядом, что я ее заставляю прям такую работу делать, потом сказала, что они вообще чистые, только я ими вчера красилась, и все, мне один клиент больше, ну, типа, я не считаюсь, я же их владелица, вы видите, симпатичная девушка, поэтому сделала, вижу, но ничего не было, и когда я настояла, говорю, ну, даже после вас было бы приятно чистенько, она сказала, что она их помоет, в итоге она потом ушла курить, вот, тоже, ну, типа, на меня, я, да, вы куда, то есть ничего не сказала, здрасте, до свидания, скоро приду, оделась просто посреди макияжа, смотрю, пальто стоит, вот, и пошла, думаю, блин, может, вообще домой поехала, кто знает, я уже ничему не удивлюсь, думаю, уточню, чтобы мне тут два часа не сидеть, она говорит, я курить, можно, ну, вот так вот, типа, а что спрашиваешь, что не видно, а сигареты взяла, короче, ушла, я сижу, ну, вот, и потом, когда она пришла, она надела маску, помыла руки, все равно, блин, этот запах сигарет, естественно, распространяется, вот, потом видно, что она мне там что-то красила, эти ее пальцы практически в ноздрях у меня торчали, естественно, я очень чувствую запах сигарет, зачем это делать, прям нельзя час без перекура, мне непонятно тоже, это, конечно, вообще жесть, ходить курить, обслуживая клиента, делая макияж, и потом возвращаться, тут же продолжать, с этими сигаретными руками, что еще, да, она помыла все кисточки, кроме одной, одна такая самая грязная, в общем, для румяна, она у нее была одна единственная, пушистая, она такая осталась грязной, я понадеялась, что она просто рассчитывала ее не использовать, как бы не так, потом, даже когда я камеру выключала, она таки умудрилась меня и прочекрыжить, я тут же вскочила, включила камеру, но было уже поздно, то есть она ее брала, и потом, в конце, она еще несколько раз пыталась меня ей накрасить, это грязь, ну, если она стромно грязная, такая вся прям засалена, засохшая, она мне объясняет, что она чистая, ну, то есть, как это работает, либо, когда ты каждый божий день смотришь на грязные кисти, реально ты разницу не видишь, ну, то есть, где, типа, чистота, а где грязище, и просто глаз замыливается, все нормально, а, соответственно, если у тебя есть чем сравнить, да, это не ее случай, ты сразу на контрасте понимаешь, что это просто трешак, этим красили 100 миллионов людей, то я отказалась в итоге даже румяна класть и хайлайтер, потому что она сказала, ну, только так, либо грязный, либо никак, все равно в конце мне показалось, что она стала более доброжелательной и лояльной, да, но чисто даже невербально, просто по движениям как-то, она больше психовала с одной стороны, но поняла, что я не прям дура-дура, которая все проглотит, и так чуть-чуть старалась под меня подстроиться, но вербально, то есть, на словах, наоборот, она мухрю, ну, такая супер колючая, сдержанная, недоброжелательная, и я адски бесилась от любого вопроса, даже когда что-то там, а, с помадой у нас эта история была, то есть, она мне предлагала просто блеск, просто накрасить грязной помадой, и когда я, ну, сказала, что вот, ну, меня волнует вопрос гигиена, ну, типа, какая гигиена, вам сюда ярко не подходит, и все, ну, видели, что она так психовала, и потом сказала, все, нам осталось только губы, я говорю, да, ну, короче, знаете, явно, что большинство клиентов вообще не рыпаются, то есть, тебя красят грязным, замусоленным, слипшимся, и либо не разбираются люди, либо достаточно у визажиста принять агрессивную позу, и ты понимаешь, что так, с меньшими потерями будем посидеть молча, и она, по ходу, к этому привыкла, ну, вообще, неприятное ощущение, я, честно говоря, ну, так понимаю, что, скорее всего, в других сферах, а она еще и там красит кого-то, ну, и имеет волосы, да, то тоже она такая же колючая и недоброжелательная, и мне странно, как салон умудряется высокий рейтинг выдерживать при, ну, просто таком тупом хамском отношении, если честно, с такой антигигиеной, антисанитарией во всем, с такой агрессией, при таких ценах вообще, когда за 2-300 уже можно сделать макияж, прям с профессиональным кейсом, суперчистотой, уходовыми средствами, которых здесь вообще не было, то есть сверху на мицеллярку, мне уже наносили пигмент, ну, да, результат ничего такой, вот это плюс, то, что если сравнить с прям жуткими мейками, ну, видно, что она чувствует цвет, она там старалась как-то прорабатывать, ведь у брови даже есть какой-то градиент, здесь такая аккуратная коррекция, то есть она не просто наугад, там эта кисточка шмаляла, как-то пыталась там какие-то пропорции соблюдать, ну, в общем, стараться где-то что-то более-менее тщательно делать, но я не скажу, что прям сильно мне этот макияж украсил, и вот если я смотрю просто на пропорции глаз, мне кажется, в том дело, что вершина очень завышена, а потом резкий спад вниз, и при этом вот эта часть нависшего века, она никак не затемнена, она, наоборот, высветлена, да, то есть вот этот бугорок такой у меня вот здесь выпуклась, да, и здесь у нас светлые тени, а темные, они во впадинке находятся, из-за этого контраст максимально задран, и часть, которая у меня нависшая, она не корректируется, не скрывается, и вот из-за вот такого положения, видите, границы, просто вот такие унылые глазки, то есть вот, есть ощущение о немножко поросячих, это при том, что я ее еще попросила вытянуть уголок, то есть изначально они еще более круглые у меня были, и она тут еще дорисовала хвостик, которого не было, то есть так бы вообще вот такие вот были бы глазки у меня, просто вот так, как пост в инстаграм, знаете, вертикально ориентированная. Может, я бы немножко растушевки добавила, тоже, чтобы она была, потому что очень четкие границы, но не знаю, есть такая техника, когда вообще никакой растушевки нет, и просто делают вот так. В общем, мне, да, чуть-чуть я себе, кто это, господи, Пинокки, Алирелькина, в общем, такой унылый персонаж, который все время ныл, и вот у него были глазки такой формы. Но как бы по сравнению, конечно, с макияжами, в которых вообще макияжа не видно, или вообще все вкривкость, это не четок. Но, скажем так, все остальное, оно сильно-сильно перевешивает, и желания вернуться у меня вообще нет. То есть, блин, вот это с таким срачем, с тем, что ты сидишь, ноя, чтобы тебе кисточки помыли, или когда их не мою, да, она просто там брала, если ей, Григори, ну, в начале, до того, как я просила, была кисть в темном пигмите, ей там светлый нужен был, просто мицеллярка этой кремовой смазывала ватный диск, елозила, то есть я вижу, что меня этой кистью еще не красили, она при мне ее вот так вот делает, и там грязная. И тут же на этот же ватный диск рядом наносит тональную основу, я вам там фрагментом пыталась это показать, но она уже заходила, и поняла, что комментировать будет палевно, уже не стала. В общем, на этот же ватный диск вот тут вот грязное пятно от того, что красили другого человека, да, с остатками его кожи там и пигмента, и рядом ляпает тональный крем, который там наносила на все веко. Распределяет, и они чуть-чуть смешиваются, потому что ватный диск вот такой, и там как бы два пятна, одно грязное, другое чистый тональный, но она вот так вот уже тут же набирает. Помнишь, что? Реально, зачем? Почему? Нельзя эти что ли даже ватные палочки сложить в коробочку какую-то приличную, но это же затраты 0 рублей 0 копеек, реально, эти ватные диски аккуратненько свернуть, какой-нибудь примитивный кремчик купить, ну, ексель-моксель, вы берете 2-300 за макияж, ну, что за жесть. А, еще вначале в самом на меня ляпнула крема она, и потом пошла брать вот это вот, ну, короче, сленявчик, и просто поверх пятна мне, он пеленает, и я такая, типа, так, здрасте, как бы пятно здесь. Он такой, их взяла, того, чуть-чуть потерла, то есть даже не попыталась, она как бы на меня ляпнула, даже не попыталась это пятно устранить, типа, у меня на черной кофте просто белый крем сильно виден, вообще, и вот если бы я не сказала, ее вообще ничего не смущает, ну, то есть такая чудо-женщина, знаете, я знаю, что среди подписчиков у меня многие страдают как-то синдромом самозванца, когда тебе все время кажется, что ты недостаточно хорош для, ну, типа, декларации собственной компетенции, вот когда ты говоришь, я там специалист, и какая-то часть тебя все время сомневается, и такой, врешь, врешь, никакая, ты не специалист, вот, и независимо от того, какие у тебя уже прокачаны реальные навыки, достижения, вот это вот все время червячок будет тебе шептать, а у некоторых, бля, вообще срач, уже с грязь, там, какие-то кисти пятилетней давности, не мытые ни разу, и вообще шикарно, пошли сюда, сейчас всем расскажем, как сидеть, и попробуй рыб, не из-за колени убрала, тут все, в общем, вот такие, ребят, пирожки, оставляйте ваши комментарии, ваши наблюдения, что вас поразило больше всего, спасибо, что досмотрели до конца, я вас целую, не скучайте, до встречи в новых выпусках, пока-пока-пока. Как бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду тебя.